Сейчас на рынке очень много пылесосов различной конструкции. До сих пор можно приобрести пылесосы, которые сделаны по старым технологиям, у которых есть один мешок, который спрятан внутри корпуса. И вам периодически его нужно вытряхать и так избавляться от мусора. Ну и самое главное, что этот мешок тоже должен иногда меняться, раз в несколько лет. Также есть аналогичные пылесосы, у которых вместо тряпичного мешка внутри стоит бумажный мешок, который нужно, по идее, каждый раз, когда соберется мусор, вам его нужно выбрасывать. Далее, есть вот такие пылесосы, у которых есть вот такая чашка, куда собирается мусор, и откуда довольно легко этот мусор просто высыпать, промыть и все. Также есть пылесосы, у которых уже идет современный аквафильтр. Они более современные, но они и более дорогие, и за ними нужно, так скажем, глаз да глаз, потому что вода, бывает, протекает. В общем, это не самый, так скажем, простой вариант. Но что я могу посоветовать? В свое время, когда мне нужно было поменять пылесос, я тоже долго выбирал и склонялся, естественно, к пылесосу, который идет с аквафильтром. Но, почитав про него, посмотрев у друзей, в магазине посмотрев, понял, что для меня он не подходит. Да, он получается более современный, как я уже сказал, но у него есть свои заморочки, с которыми я даже связываться не хочу. Мне нужен просто пылесос, чтобы пропылесосил, выбросил мусор, поставил и все до следующего раза. И все-таки я вот стал выбирать между пылесосов такой серии, версии. Ну и выбор пал вот на эту фирму. Но я не хочу сказать, что эта фирма лучше, чем какая-то другая. Главное, что какой мощности стоит двигатель и есть ли на них запчасти. Но вопрос в другом. Вот у меня вот этот пылесос более пяти лет. Раз в год я у него меняю фильтры. Сейчас я расскажу, какие. И это очень важно. Но, когда я покупал точно такой же пылесос, покупал мой знакомый. Мы в один день покупали. И что я заметил? Когда вот этот мой пылесос работает, когда мы каждый год меняли у них фильтры, он работает, так скажем, довольно тихо. То есть, по сравнению с тем, что когда он был новый, он работал очень тихо. Сейчас он работает, конечно, погромче. Сказывается износ подшипников и накопленная внутри пыль, которая в подшипнике засасывается. И сам двигатель в лопасти. Но точно такой же пылесос, купленный в тот же день, который также раз в неделю работает у моего знакомого, я обратил внимание, что он работает в несколько раз сильнее. То есть, по звуку. Я сначала не понял, а потом спросил, а ты как часто меняешь у него фильтры? Он говорит, фильтры? А зачем их менять? Они же несменные, их же можно помыть, и все будет нормально. И вот тут я понял, что не все люди у нас понимают, насколько важно именно менять фильтры в подобных пылесосах. И вот я вам сейчас это как раз и расскажу. У этого пылесоса идет два фильтра. Первый фильтр у нас устанавливается в эту чашку. Первый фильтр у нас устанавливается вот здесь, в нижней. Обычно, как проходит процесс у домохозяек? То есть, они вытряхают мусор отсюда, промывают, закрывают и все. Далее, они вытаскивают за кольцо вот этот такой фильтр. И они его тоже пробулькали в воде. И не выбрасывают, а кладут его на батарею и высушивают. Все, больше никто ничего не делает с этим пылесосом. И вот в этом и заключается проблема. Почему? Потому что вот эти вот, получается, раз вы раз в неделю пылесосите, а кто-то, может быть, даже чаще, то вот этот фильтр раз в неделю подвергается, получается, мойке в воде, под струей воды. Потом сушится где-то на батарее. И что получается? То есть, ну, сама вот эта вот, сам этот поролон, ну, теоретически его можно отмыть, но все равно, то есть, вы его отмываете только снаружи. А внутри, в самом внутри, вы его не можете отмыть, потому что, ну, это, вы не сможете его просто отмыть физически. Далее, здесь идет вот такой фильтр. Снаружи он такой прорезиненная сеточка с двух сторон. Внутри идет у нас материал, который, ну, какой-то обычная тряпка какая-то, которая как раз и удерживает всю пыль мелкую, которая идет у нас, попадает в сам пылесос, проходит через вот эту вот баночку и уходит в сам пылесос. То есть, там стоит двигатель, и уже потом, получается, идет выдув, должен быть выдув чистого воздуха. Вот, но, вот многие думают, что помыв вот этот фильтр, могут добиться полной чистоты. Это не так. Потому что, ну, если вы его будете каждую неделю мыть, понятно, что он у вас на какое-то время будет чистый. Но, год, два, три, и он приходит вот в такое вот состояние. Я специально взял вот этот вот фильтр у знакомого, и вот давайте мы посмотрим. Они его мыли каждую неделю на протяжении многих лет. Что можно про него сказать? Во-первых, он весь черный, то есть, внутри он весь забит пылью, его никак не отмыть. Ну, поролон, да, поролон более-менее выглядит как чистый, но все равно вот видно, что он грязный. А если его вот так вот поздавливать, точнее, намочить его так сдавливать, то на пальцах остается грязь, которая у нас, так скажем, законсервирована внутри этого поролона. Теперь, самое главное, почему в подобных пылесосах увеличивается звук работы двигателя со временем? Это тоже связано с этим фильтром. Почему? Потому что, когда у нас пылесос новый и фильтр новый, то у нас вот этот вот фильтр сюда встает как родной, то есть, он по размеру сверху встает вот этот фильтр. И воздух, когда засасывается, воздух идет всегда по наименьшему сопротивлению. Раз его отсюда вниз у нас засасывает двигатель, воздух, то он идет, и понятно, что воздух и пыль ищет самое наименьшее сопротивление. То есть, он идет у нас по краям. Вот обратите внимание, я вставил фильтр, и здесь вот такая большая щель. Естественно, воздух стремится сюда. Раз он стремится сюда, получается, он попадает сразу в двигатель. Попадает, заметьте, и в воздух, и попадают туда частички пыли. Всякие волосы, кошачьи волосы и тому подобное. И получается, все это засасывает в двигатель. Вот почему у нас двигатель начинает громко работать. Потому что выходят из строя подшипники, волосы наматываются на валы, и получается, вот этот звук уже никак не устранить. Только лишь разобрав полностью двигатель, возможно, либо смазать подшипники, либо заменить эти подшипники. А это очень дорогостоящая работа. В сервисах за это возьмут очень много. И вообще это нецелесообразно. Допустим, вот такой вот пылесос стоит в районе 5000. Если у него менять двигатель, то это стоит порядка 2500. Согласитесь, это, ну, я считаю, это не то, чтобы дорого в глобальном масштабе, но относительно самого пылесоса это дорого. Ну и вот, и получается, вот как я вам сказал, что вот эта вот щель, она у нас всю картину и портит. Что я предлагаю и что я делаю на своем пылесосе? Я периодически покупаю с китайского сайта вот такие вот новые фильтры. Это, естественно, не оригинал, но он абсолютно ничем не отличается от оригинала. На китайских сайтах этот фильтр стоит в районе 150 рублей. Если его покупать в специализированных магазинах у нас в стране, то это будет где-то порядка 400 рублей. Согласитесь, экономия налицо. Фильтр выглядит у нас вот так. То же самое. Паралон, фильтр. Внутри какой-то материал. Бумага, не бумага, не знаю, или материал какой-то. Вот давайте мы сравним. Дело даже не в том, что этот фильтр грязный, а этот чистый. А самое главное у нас в размерах. То есть вот мы смотрим. Видите, насколько этот уже вышел, так скажем, из строя. Его весь всего покоробило. Он у нас меньше по размеру. И поэтому вот он как раз у нас и пропускает, и портит наш двигатель. Берем новый фильтр. Вставляем его. У него, как я уже сказал, что края, они такие прорезиненные. Поэтому это как раз очень хорошо, что воздух по краям у нас точно не пойдет. Вот я его вставил. Он получается немножко, чуть-чуть больше, чем вот это само посадочное место. Поэтому его нужно так грамотно туда, не просто засунуть и все, а вот именно придавить по всем краям. Потом вот это вот тоже все грамотно распределить, этот поролон, чтобы воздух по краям не проходил. И вот что мы видим. У нас нету нигде никаких зазоров. У нас все стоит четко. И вот именно так вы сможете сохранить свой пылесос от преждевременной порчи самого двигателя. И продлите время его тихой работы. Потому что со временем все равно, даже если вы будете каждый день менять эти фильтры, все равно какие-то частички попадают внутрь. Ну, по крайней мере, здесь уже волосы никакие не попадут. Здесь могут попасть просто мелкие частички самой пыли, которые осядут на двигателе. Но это, согласитесь, лучше пусть попадут мелкие частички пыли, чем всякие волосы и косачья шерсть. Далее. Ну, это тоже не все. Многие, опять же, скажут, да, конечно, мы так всегда делали это. Только идиоты этого не делали. А мы-то все умные. Мы, естественно, меняем раз в год или там раз в два года этот фильтр. Но не все так просто. Внутри, вот где место, получается, которое засасывает у нас сам воздух, находится еще вот такой небольшой фильтр. Вот обратите внимание, сколько на нем пыли. Это вот все, что не собрал вот этот фильтр. Точнее, вот этот вот. Пошло прямо в него. И вот посмотрите, сколько тут пыли. Вот это, я не знаю, продается, не продается, но это не проблема. Это можно просто помыть, очистить и вставить. Ну, естественно, каждую неделю, наверное, не стоит это мыть, но там раз в полгода вот это мыть обязательно надо прочищать. И это еще не все. Сзади у нас стоит еще один фильтр. Этот фильтр у нас идет, получается, на выдув. Для чего он нужен? То есть, проектировщики пылесосов прекрасно понимают, что вот эти вот фильтры кто-то будет менять, кто-то не будет менять. Вот. И даже если он будет новый, как вот у нас здесь стоит, все равно частички пыли будут попадать внутрь. Естественно, двигатель их крутанет и будет выдувать назад. И получается, что у вас с одной стороны пылесос засасывает пыль, а с другой стороны просто эту же пыль будет выбрасывать обратно. Вот для этого и был спроектирован второй вот этот вот фильтр. Задний, так сказать, по-простому. Он тоже ничего такого сложного себя не представляет. Спененный материал, поролон. И тут вот такой тряпочка обычная приклеена. Вот. Это тоже нужно мыть. Ну, это уже нужно мыть не каждую неделю, а, допустим, там раз в месяц. Вот. Но это мыть тоже обязательно, потому что в нем скапливается очень много пыли, который, по сути, эта пыль, она не влияет на работоспособность самого агрегата. Но. Если вы долго не будете мыть, то в нем накапливается очень много пыли. И получается, когда концентрация набирается большая уже, и получается, выдувь-то постоянно идет, и эта пыль начинает с краев опять же вылетать прямо к вам в комнату. Вот. Поэтому это тоже нужно обязательно стирать, а там, ну, может быть, раз в два года менять. Это тоже можно приобрести либо в местных магазинах, либо можно на китайских сайтах заказать. Это тоже стоит где-то в районе 100 рублей. Ну, можно даже самому, наверное, вырезать из какого-нибудь поролона. То есть тут никакой проблемы нет. Самое главное, чтобы это было чистое. Либо хорошо отмывать, либо периодически менять. Давайте мы их сейчас вставим. Вставляется так. И все. Ну, вот. Я потом вот это еще, конечно, вымою, но как это не надо забывать. Ну, а сборка идет у нас просто. То есть это вставляется, это у нас задвигается. Все, пылесос готов у нас к работе. Поэтому совет мой. У нас многие люди привыкли не читать никакие инструкции, потому что думают, что, а что тут сложного? Это же просто пылесос. Нажал на кнопку, и он работает. Нет, не все так просто. И чтобы сохранить пылесос, чтобы он работал нам долго, для этого нужны все равно вот эти вот манипуляции с фильтрами, которые нужно делать обязательно.